Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Кадры решают все. Сегодня в Черкесии прошли полуфинальные мероприятия проекта главы республики и кадровый резерв Карачаева-Черкесии. Меры инициативы, способствующие повышению общей культуры водителей, снижению детского дорожного травматизма, обсудили на площадке ОНФ. Более 60 картин, представленные в досуговом центре «Очаг добра» и будут проданы с аукциона, вырученные средства, направят на приобретение лекарств. Горнолыжный сезон в Архизе откроется, даже если не будет снега. В известном курорте готовятся к приему любителей лыж и санок. Сегодня в республиканской столице прошли полуфинальные мероприятия проекта главы республики кадровый резерв Карачаева-Черкесии. Важной частью полуфинала являются ведущие эксперты федерального уровня, которые на протяжении четырех дней будут работать с участниками. Они будут оценивать не только труд полуфиналистов, но и оказывать консультационную помощь в подготовке заданий. Подробности у Мурата Джанкёзова. Кадровый резерв Карачаева-Черкесии – это специально сформированная группа квалифицированных и перспективных специалистов, обладающих необходимыми для выдвижения на новые должности, профессионально-деловыми качествами и потенциалом развития. В проекте участвуют граждане России старше 21 года, имеющие законченное высшее образование. Как говорится, кадры решают всё. Очень важно, что республика обращает большое внимание на формирование резерва, на работу по развитию человеческого капитала. И мы понимаем, что это ключевое конкурентное преимущество, которое сейчас определяет успех регионов в такой глобальной конкуренции. И важно, что республика уделяет этому большое внимание. Надеюсь, что работа наших экспертов будет полезна. Итогом должно стать разработка предложений по реализации программ в регионе, в самых разных отраслях. И надеюсь, что лучшие из этих проектов найдут своё воплощение. Конкурс инициирован главой республики и поддержан, сопровождается филиалом, северокавказским филиалом Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации. Мы все прекрасно понимаем, что это чрезвычайно важное событие в республике. Вообще, Северный Кавказ даёт нам самые ценные и замечательные кадры. Безусловно, конкурсы, безусловно, образовательные программы очень важны для растущего поколения и в Карачево-Черкесской республике, и на всём Северном Кавказе. Предусмотрено три этапа – заочный полуфинал и финал. Сегодня – полуфинал. Будут проводиться конкурсные мероприятия для оценки управленческих навыков и уровня профессионализма участников. Здесь люди проходят настоящий конкурсный отбор, чтобы попасть в этот кадровый резерв. Проходят несколько этапов, доказывают свои амбиции, представляют свои проекты, выбираются лучшие и достойные. Программа полуфинала включает в себя мастер-классы по дизайн-мышлению и командообразованию. Уровень участников оценивает 17 федеральных экспертов, модераторов и психологов. Среди них – доктора и кандидаты наук, представляющие самые разные регионы и научные центры страны. Карачево-Черкесская республика всегда славилась своими талантливыми жителями, которые и в рамках реализации проекта главы Карачево-Черкесии «Кадровый резерв» проявляют себя с наилучшей стороны, показывая высокий уровень знаний, навыков, компетенций, высокий уровень инициативности и ответственности в рамках реализации подэтапов и этапов реализации проекта «Кадровый резерв». Посмотреть на каком-то уровне. Во-первых, для этого мне это нужно было. Во-вторых, познакомиться с умными, креативными и с будущей республикой, как минимум, я так думаю. И в дальнейшем, если получится, то посмотреть. Может быть, я войну в финал и стану победителем. И чем-то могу быть болезнью нашей республики. Четыре дня будет проходить конкурс полуфинала проекта главы Карачево-Черкесии «Кадровый резерв». А финальные мероприятия пройдут уже в октябре. Мурат Шенкёзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачево, Черкесия. Коровые светлячки, стоп-хам, вучки Кении. Как повлиял особый режим, введенный в республики из-за пандемии коронавируса на статистику дорожно-транспортных происшествий? На площадке Общероссийского народного фронта прошли обсуждения мер инициатив, которые должны способствовать повышению общей культуры водителей, снижению дорожного травматизма в регионе, а также профилактических мероприятий. И по упреждению ДТП с участием домашнего скота Ахмад Халкечев подробнее. Первым участники «Круглого стола» обсудили статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Как поведал представитель управления ГИБДД республиканского МВД Заур Кошев, на сегодняшний день в республике за текущий год зафиксировано 33 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, двое из которых, к сожалению, погибли, а 35 получили травмы. В 19 ДТП из общего числа дети были пассажирами, безопасность которых взрослыми не была обеспечена должным образом. И только 10 детей были пешеходами. Единственный позитивный момент – это то, что и есть тенденция снижения аварийности и травматизма, по сравнению с прошлым годом, резюмирует Заур Кошев. Перед началом нового учебного года была развернута широкая информационно-пропагандистская кампания со стороны ГИБДД. По упреждению и снижению роста числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Но все усилия будут чедными, если сами родители в полной мере не осознают необходимость соблюдения всех правил безопасности, сошлись во мнении все участники обсуждений. В этом году у нас 35, в прошлом году было 57 детей раненых. Все-таки коронавирус повредил? Вы знаете, эта ситуация такая достаточно интересная. Вот с момента, когда ввели ограничения, очень резкий спад пошел именно по тяжести последствий ДТП. Но вот период, когда сняли ограничения, вот июль месяц, в июле месяце нам дали 19 трупов в ДТП за 1 июль. Но это не только детей вынесли? Вообще, да, в целом. Довольно интересный проект для борьбы с лихачами представил житель Малакачевского района Умар Баташев. Он вместе с единомерсленниками с активной гражданской позицией организовал в районе общественное движение с рабочим названием СтопХам. Главный призыв в движении к общественности не оставаться равнодушными в отношении тех, кто не хочет ездить по правилам. Автор проекта уверен, что если каждый сознательный водитель будет выказывать свою неприязнь нарушителю и делать замечания, то и лихачей на дорогах республики резко убавится. Мы проводим беседы профилактические с нарушителями, потому что они представляют потенциальную опасность для детей, для других водителей. Как проходит наша работа? Мы останавливаем. Как бы в нашем районе все друг друга знают, потом можем с ним поговорить. Это нарушитель, он когда нарушает, он знает, что он не прав. И мы вежливо его просим, делаем наставления. И он извиняется, как бы еще им стыдно, тем, кто нарушает, они извиняются. Весьма оригинальное решение проблемы с беспризорным скотом представил Ромазан Хуйбиев. Группа волонтеров проекта с символичным названием «Светлячок» разработал специальные ошейники со свето-возвращающими элементами и колокольчиками, которые можно вешать на сельскохозяйственный скот. Апробацию проект пройдет в Карачаевском и Зеленчугском районах, так как именно в этих муниципалитетах проблема беспризорного скота крайне высока. Проект уже получил грантовую поддержку молодежного форума «Машук-2021». И с октября месяца должна начаться ее реализация. Проект вообще направлен на всю территорию Карачаево-Черкесии, а пока эффективность этого всего хотим показать в двух районах, там, где Архыская трасса и Донбайская трасса, там, где больше туристический поток, больше автомобильное движение и, естественно, где фермеры частных пособных хозяйств больше. Ахмат Халкечев, Руберт Джагутанов, Вести Карачаево-Черкесия. Наш земляк, семикратный рекордсмен Книги рекордов России, представитель Книги рекордов России по СКФО Марат Узденов, стал человеком года 2020-го в номинации «Благотворительность» Всероссийской народной премии «Дорога к победе», приуроченной к 75-й годовщине победы Великой Отечественной войне. Участниками масштабного мероприятия стали более 250 человек, которые являются профессионалами в своей области и добились выдающихся результатов своим трудом и упорством. Победителей выбирали в 50 номинациях. Напомню, что Марат Узденов неоднократно прославлял родную Карачаево-Черкесию. Спортсмен активно занимается благотворительностью. Он регулярно направляет средства на покупку продуктов и одежды для малоимущих и многодетных семей. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 5 715 человек. Из них 4530 выздоровели, госпитализированы 235 пациентов. Нетривиальная история для Карачаево-Черкесии. Впервые в республике проходит благотворительный артаукцион с идеей проведения, которого выступила организация «Самира» при содействии Министерства культуры республики. В экспозиции представлены работы художников из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Дагестана и Чечни. Свою ставку на аукционе сегодня сделала и Фатима Даурова. Делайте ставки, господа. Более 60 картин разного уровня от признанных мастеров художественного искусства Кавказа и тех, кто только начинает свой творческий путь, расположились в двух экспозиционных залах досугового центра «Чаг добра». Ценовая политика толерантная. Стартовые цены не аукционные. Они ниже рыночных. Но организаторы надеются, что за время проведения выставки аукциона они поднимутся в рейтинге. Это позволит собрать больше средств для фонда, считает Людмила Капушева, директор благотворительной организации «Самира». В первый же день вечером у нас были посетители. Это было очень приятно. Пришли с семьей, с детьми. Ознакомились с теми работами, которые на тот момент были выставлены уже. И люди уже начинают делать свои ставки. У каждого есть какие-то свои любимые работы. Уже внимание понятно. Все эти ставки, которые люди делают, мы на специальной странице, которую в Инстаграм открыли, выкладываем, чтобы вы могли каждый человек за своей любимой работой следить, смотреть, какие там идут изменения по стоимости этой работы. И вовремя сделать свою ставку, чтобы забрать её в пятницу. Выставку посетил и министр культуры Карачаева-Черкесии Зураба Гербов. Ведомство, которое он возглавляет, принимало непосредственное участие в организации и проведении арта-аукциона. Министр оценил картины и даже сам сделал вставку. Я приятно удивлён. Конечно, наша республика богата талантами. Это широко известно. Но когда в одном месте такие разные работы, это, конечно, впечатляет. Несмотря на то, что выставочный зал не самый большой. Но здесь очень уютно. И каждая работа нашла своё место. Я, конечно, себе присмотрел парочку. Надеюсь, что сможем поддержать и художников, и тех, кому нужна помощь в таком чудесном проекте. Уже в эту пятницу вечером будут подведены итоги аукциона. Все средства, вырученные в результате этой благотворительной акции, будут направлены на приобретение лекарственных средств для тех, кому действительно необходима помощь такого рода. Много подопечных и много новых заявителей, которым нужна действительно лекарственная помощь. Имеется в виду те люди, которые не получают помощь эту бесплатную от государства, так как не имеют права на неё. Но при этом находятся в тяжёлом финансовом положении и не могут сами жизненно необходимые лекарства себе приобретать. На самом деле оказалось, что таких людей очень много. И не всегда это дорогостоящее лечение, но оно необходимо. Приобрести особенно понравившийся лот для своей коллекции, одновременно сделать доброе дело, возможно, для каждого. И для желающих сделать свои ставки, двери арта аукциона открыты. Добро пожаловать в мир искусства и территорию добрых дел. Катима Дорова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. В горнолыжном курорте Архыз планируют запустить зимний сезон катания 1 декабря. Прошлый год был практически бесснежным, но, несмотря на это, любители лыж смогли покататься на склонах курорта. Естественно, с помощью системы оснижения. Все горнолыжные трассы, которые находятся в Архызе, оснащены современными системами искусственного снегообразования. И, если позволит погода и обстановка, Архыз с 1 декабря заработает на полную мощь. В минувшем году на курорте запустили сервис по онлайн-продаже скипасов. Так можно купить абонемент на срок от 3 до 10 дней, а также скипасы для разовых посещений канатных дорог. Кроме того, в Архызе функционирует площадка для уличной гимнастики, тюбинг, детская комната и лазерный тир и сноупарк для катания горнолыжников и сноубордистов, оборудованная специальными фигурами для выполнения трюков. Это все вести. Прямо сейчас продолжение фильма. Давай найдем друг друга.